Всем привет, с вами канал Технолинк. В сегодняшнем видео я расскажу о топ-8 самых производительных смартфонов начала 2022 года. Усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Приятного просмотра! Начнем со смартфона IQ9 Pro. Китайская компания Vivo сложно назвать склонны к экспериментам. Пока прямые конкуренты корпорации пытаются создать флагманы с гибким экраном или иными инновациями, то упомянутый производитель лишь развивает функционал и фотовозможности привычных всех моноблоков. Однако признать такую стратегию неудачной при виде героя сегодняшнего обзора совершенно не хочется. Концепция внешности почти аналогична такой у предшественников. Похожие расцветки корпуса из металла и стекла. Из видимых изменений в глаза бросается только обновленный блок трех фотокамер и чуть уменьшенные рамки. 6,78 дюймового омлет дисплея сверху и снизу. По итогу же перед нами действительно безрамочный амолед-экран, заходящий на металлическую окантовку. Глазок 16-мегапиксельной селфи-камеры рассмотреть не так и просто. При этом качество выдаваемого ей фотоконтента выше такого у большинства оппонентов. Разрешение в 3200 на 1440 точек. Громадный запас яркости для любых сценариев использования мобильного помощника, доведённый до 120 Гц. Частота обновления картинки заставляет покупателя влюбиться в амолед-панель и даёт ей наивысшую оценку. Технические характеристики в лице ЦПУ КЁЛ КОПСНЕМ ДРЯГОН 8 ГАНАДИН. 8 ГБ или 12 на выбор. И графического адаптера АДРАНО 730. Топовые в теории заслуженные похвалы. К сожалению, зашкаливающая производительность чипсета через определённый промежуток времени упирается в нагрев и троллинг. Однако подобные проблемы заметны исключительно в ресурсоёмких проектах. Наподобие Genshin Impact, да и то при максимальных пресетах графики. Энергоэффективная тоже не сильная сторона процессора. Однако за батареей в 4700 мАч задумываться о расположении розеток необходимо раз в полтора дня. А заряжать аккумулятор придётся фантастически 20 минут. Потому что у нас быстрая зарядка на 120 Вт. Конечно, не удивите экономии на размере внутреннего хранилища, которое составили 256 или 512 ГБ. Фотографические возможности подвергли существенному аутгрейду угла на 50-мегапиксельный сенсор Samsung GN5. И 16-мегапиксельными фотосенсорами демонстрируют безупречные дневные фото и видео. И даже к вечерним фотографиям не придраться по параметрам детализации и степени естественности цветопередачи. 8К-видео смотрится впечатляюще даже при выводе на огромные многодюймовые телевизоры. Не огорчает и стереозвук, как громкость, так и равномерность. Добавьте беспроводной способ подзарядки, поддержку 5G-сетей, бесконтактную оплату NFC и точный подэкранный дакилоскопический датчик, чтобы превратить сбалансированный технологичный, хоть и не самый дешёвый девайс в коммерчески успешный продукт. Что касается младшей версии смартфона IQ9, она ничем не отличается от Pro-версии, разве что размерами экрана. Больше ничем. Такой же процессор и абсолютно такие же камеры. А что касаемо зарядки, она тоже на 4700 мАч. Realme GT 2 Pro. Первый представитель флагманской GT линейки смартфонов от компании Realme смог покорить аудиторию топовой производительностью и отсутствием критических минусов при разумной цене, хоть его функционал и был местами урезан на фоне дорогостоящих аналогов. Последующие телефоны серии большой своей частью принадлежали уже к средней стоимости категории, однако пытались сохранить конкурентное преимущество предшественника. Герой же обзора старается развить свойственные линейки достоинства еще сильнее. Но и большим изменениям подверглись оформление блока камеры набора красок задней панели из закаленного стекла, черные и синие варианты или экологичного биоматериала, белые и зеленые расцветки. По итогу экстерьер смотрится актуальнее и хорошая металлическая окантовка. Новый 6,7-дюймовый AMOLED дисплей характеризуется уменьшенными рамками, да и объектив 32-мегапиксельной селфи-камеры стало сложнее заметить. Если частота обновления картинки в 120 Гц уже знакома поклонникам бренда, то высочайшие параметры яркости и контрастности, а также разрешение в 3216 на 1440 точек точно будет приятным сюрпризом. Не обошлось и без прекрасного олеофобного покрытия, а также увеличенной точности подэкранного дактилоскопического сканера. Технические характеристики изюминка фаблета. Процессор QCM Snapdragon 8G1 8 или 12 ГБ оперативной памяти и видеоадаптер Adreno 730. Наилучший выбор как для обыкновенных Android-пользователей, так и для провередливых геймеров. Проблемы с избыточным нагревом были во многом исправлены, результат бетчмарка Antutu перешел планку в миллион баллов. Таким образом, в ближайшие 3-4 года у покупателя не будут наблюдаться лаги и фризы в наиболее ресурсоемких играх, и иные приложения интерфейс Android 11 поразит отзывчивостью. Подтянули и энергоэффективность процессора. Аккумулятор в 5000 мАч чаще всего обеспечивает 1,5-2 дня активного взаимодействия с мобильным помощником. 128 или 256 ГБ внутренней памяти формата UFC 3.1 также повод для похвалы устройства. Фотовозможности оригинала были неплохими, но далеко не идеальными. 53-мегапиксельные фотомодули во главе с сенсором Sony IMX 766 исправляют ситуацию, благодаря еще и добротным линзам оптической стабилизации. Теперь размытые снимки с избытком шумов будут редкостью даже при ночных фотосессиях. Качественный стереозвук, не обделенный громкостью, бесконтактная оплата NFC дополняет список плюсов гаджетов. А вот от беспроводной зарядки и влагозащиты решено было отказаться ради снижения себестоимости. Но похоже, что такое решение было верным, ведь девайс получился технологичным, сбалансированным и готов достичь звания хита. OnePlus 10 Pro. Девятое поколение флагманов китайской компании OnePlus достойно продалось по всему миру, получив большее признание в США и ряде стран Европы в сравнении с предшественниками. Внешне смартфона существенно обновлена, рамки дисплея исчезли по всему периметру, а AMOLED панели стильно переходят на металлическую окантовку, создавая впечатление полной безрамочности. 32-мегапиксельная фронтальная фотокамера расположена в углу экрана, заметить её непросто, на задней стеклянной панели расположился объектив с тремя крупными фотомодулями. 6,7-дюймовый AMOLED дисплей старается удивить чёткостью картинки и разрешение в целых 3216 на 1440 пикселей. Однако AMOLED-экран тоже не огорчает яркостью, более 1200 нит, контрастностью и плавностью выводимого контента. Последний параметр великолепен благодаря частоте обновления в 120 Гц. Процессор Qualcomm Snapdragon 8G1 исправляет огрехи предыдущего чипа. Нагрев и энергопотребление понижены, при этом производительность выше таковой у 888 модели примерно на 15%. Это означает, что CPU в совокупности с 8 или 12 гигабайтами оперативной памяти и графическим адаптером Adreno 730 ещё долгие годы будет актуален как и для геймеров, так и для Android-пользователей. Первую категорию удовлетворяет максимальные пресеты графики и стабильность фреймрейта при длительных игровых сессиях. Вторым понравится скорость прорисовки интерфейса и запуска приложений. Объём внутренней памяти составил 128, 256 и 512 гигабайт формата UFC 3.1. Воспользоваться карточками microSD не получится. Гордостью разработчика стали 50, 48 и 8-мегапиксельные камеры с 3-х и 4-х кратным оптическим зумом, разработанные в сотрудничестве с Hasselblad. Выверенная до мелочей система гибридной стабилизации, безупречная шумоподавление и высококачественные линзы доводят до идеала даже вечерней фотографии, не позволяя скрыться из виду мельчайшим деталям. Ёмкость батареи доведена до 5000 мАч, что сказалось на автономности. Теперь до 10 часов активного экранного времени будет обыденностью для пользователя. Быстрая зарядка 80 Вт, её беспроводный аналог 50 Вт иные плюсы аккумулятора. Дополнением к перечисленным достоинствам девайса будет Android 11 и болочка Oxygen OC. Впечатляющее стереозвучание, бесконтактная плата NFC и даже редкая сегодня влагозащита стандарта IP68. Полностью оправдывает высокий ценник гаджета и делает его правильной покупкой. Xiaomi 12 Pro. Китайская компания Xiaomi продолжает натиск на ведущих производителей смартфонов в надежде занять лидирующую позицию. Та герой сегодняшнего обзора является не только флагманским телефоном корпорации, но и демонстрирует невероятное сочетание прочности, красоты и производительности. Внешний вид новинки переломил многие черты предшественников, однако получил множество серьёзных изменений. Наиболее значимая из них – крохотная еле заметная 32-мегапиксельная фронтальная камера, фактически не отнимающая полезное пространство дисплея. При этом качество селфи не вызывает особых нареканий, хоть и отстаёт от такового обыкновенных альтернатив. Конечно, корпус сделан из холодящего руку металла и прочного закалённого стекла, благодаря чему тактильные ощущения от Android смартфона очень приятные. Блок фотокамер продуман до мелочей с точки зрения дизайна. Красивые окраски задних панелей, 6,73-дюймовый AMOLED дисплей старается быть лучшим во всём. Огромное разрешение в 3200х1440 пикселей. Запределяя частота обновления картинки в 120 Гц и внушительный запас яркости для любых условий освещения. И точный встроенный дактилоскопический датчик характеризует AMOLED-панель как наилучшее решение для длительной работы с мобильным помощником. Прекрасные технические характеристики в лице процессора Qualcomm Snapdragon 8GN1, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и графического адаптера Adreno 730, пригодится всем категориям пользователей. Сложно найти человека, который негативно бы оценил мгновенный запуск приложений и плановость интерфейса фирменной оболочки MIUI. Геймер же будет наслаждаться максимальными настройками графики в любых выграх на протяжении нескольких лет. Чипсет греется не столь сильно, как прошлой 888 ЦПУ, хоть и наблюдается незначительный троллинг. Энергоэффективность при этом неплохая, от аккумуляторов 4600 мАч покупатель в среднем получит около 7-8 часов активного экранного времени. Зато от быстрой зарядки в 120 Вт батарея набирает 100% ёмкости за 30 минут. Есть и беспроводной аналог 50 Вт. Размер ПЗУ доведён до 128 или 256 ГБ. Возможности её расширения в фаблете отсутствуют, как и отдельный разъём для наушников. Основные фотомодули возглавлены новейшим сенсором Sony IMX707 в 50 Мп. С помогателями же модулями выступили такие же 50-мегапиксельный широкоугольный объектив и телеобъектив Samsung JN1. Проработанная гибридная стабилизация, технология киберфокус и двухкратный оптический зум выводят устройства в ранг камерафонов, способных совладать даже с ночной съёмкой при изумительной детализации и реалистичной передаче цветов и оттенков. Не обошлось и без громкого стереозвучания, 4 динамика, бесконтактных платежей NFC и EK порта. Пусть девайс получился отнюдь недешёвым, он полностью оправдывает свой ценник и претендует на звание хита. Обычная версия Xiaomi 12 отличается от Pro-версии только экраном батареи, которая на 4500 мАч, в Pro-версии она на 4600. Также отличается камерами, здесь они немного похуже, чем в Pro-версии, но этого и стоило ожидать, а процессоры у них одинаковые. Moto Edge X30. Теперь уже фактически китайская компания Motorola с каждым годом отбирает всё большую часть рынка смартфонов у лидеров. Ещё несколько лет назад выделить в ассортименте корпорации удачные модели было нелегко, то сегодня количество потенциальных хитов у производителя заметно увеличилось. Внешний вид новинки сохраняет фирменный стиль телефонов организации и радует глаз обилием красивых деталей. Прекрасный блок тройной камеры, практически переходящий на металлическую окантовку дисплей. Эргономичные закруглённые корпуса и знакомый всем логотип бренда попросту не способны вызвать негативные эмоции. 6,8-дюймовый AMOLED-экран не гонится за рекордной чёткостью изображения, однако увидеть отдельные пиксели при стандартном разрешении Full HD Plus сложно. Понравится же пользователю AMOLED-панель старается за счёт высоких параметров яркости и контрастности, способности успешно противостоять прямым солнечным лучам, частоте обновления картинки в 144 Гц высококачественного олеофобного покрытия. 60-мегапиксельная селфи-камера оказалась в углу экрана, да филоскопический сканер так и вообще спрятался под его стеклом. Конечно, флагманский Android-смартфон не обошёлся и без соответствующих технических характеристик. Новейший QoCom Snapdragon 8 Gen 1 пытается исправить всю оплошность предшественника. По итогу мы получаем как фантастический миллион баллов в бетчмарке Antutu, так и неплохую для такой производительности энергоэффективность. Нагрев снизился, а полного заряда аккумулятора в 5000 мАч будет хватать обычно на уверенные полтора дня работы с мобильным помощником. Беспроводная зарядка присутствует, и я рекомендую пользоваться её проводным аналогом мощностью в 68 Вт. Помощь чипсету оказывает 8 или 12 ГБ оперативной памяти, видеоускоритель Adreno 730 и внушительный объём ПЗУ в 128 или 256 ГБ формата UFC 3.1. Необычные основные 50- и 2-мегапиксельные фотомодули не разочаровывают представляемые фотовозможности. Отпланированная ПО, оптическая стабилизация и качественные линзы превращают в удовольствие даже вечернюю съёмку. Детализация сделанных при плохом освещении кадров хороша, как и их цветопередача. Не расстраивает и снятая модулями 8К видео. Громкий звук стереодинамиков, обновлённый Android 11, бесконтактные платежи NFC. Влагозащита и конкурентоспособный ценник лишний раз подчёркивает актуальность топового девайса. Black Shark 4 S Pro. Суббренд китайской компании Xiaomi, направленный на производство игровых смартфонов, не сидит без дела. Выпуск оппонентами новинок заставил корпорацию доработать уже созданные флагманы. Однако желание при этом сохранить ценовую политику сказалось на том, что герой сегодняшнего обзора мало отличается от предшественника. Дизайн аппарата фактически идентичен таковому у прошлой модели. Горизонтальный блок трёх фотокамер, красивая проработанная текстура задней панели. Аккуратный боковой сканер отпечатков пальцев на металлической окантовке, дополненный почти безрамочным дисплеем. Всё перечисленное делает Android смартфон менее броским и более серьёзным в плане экстерьера, если сравнивать с прямыми конкурентами. 6,67-дюймовая AMOLED панель прежняя, однако доработки ей не требовались. Частота отклика сенсорного слоя в 720 Гц, обновление изображения в 144. Высочайшее значение яркости и контрастности и разрешение в 2400 на 1080 пикселей объединяются для того, чтобы удовлетворить запросы наиболее требовательных покупателей. Процессор Qualcomm Snapdragon 888+, видеоускоритель Adreno 660. Топовое решение на сегодня, однако обнаружить разницу между данным CPU и предшествующим почти невозможно. Запас производительности огромный, его достаточно для воспроизведения на максимальных пресетах графики любых ресурсоёмких игр. К сожалению, обратной стороной медали является избыточный нагрев чипсета и его скромная энергоэффективность. Таким образом, даже громадная батарея в 4500 мАч гарантирует только день активного использования фаблета. Подчеркивает направленность устройства на геймеров и выдвижные механические кнопки-триггеры, которые усиливают комфорт геймплея. Объём внутренней памяти ограничен 256 или 512 гигабайт формата UFC 3.1. 64, 8 и 5 мегапиксельные фотомодули все такие же посредственные. Samsung GV3 устанавливают и в среднебюджетных Android-телефонах. Оптическая стабилизация отсутствует, поэтому рассчитывать на детализацию фото и плавность видео ядра возможно только днём. Плохое освещение, завышенная динамика событий приведут или к шумам, или к смазам. Зато громкость стереодинамиков и сбалансированное в выдаваемом ими звука может быть расценено лишь положительно. Эти же слова относятся и к наличию бесконтактных платежей NFC. По итогу перед нами усовершенствованная версия гаджета, приобретать которую вряд ли необходимо кому угодно, кроме искушённых поклонников Android-игр. Nubia Red Magic 6 S Pro. Внешний вид новинки почти аналогичен таковому у предшественника, однако поругать экстерьер получится только на толстую верхнюю рамку с 8-мегапиксельной селфи-камерой. Данный недочёт полностью окупается красотой стеклянной задней панели с неординарной текстурой и металлическая контовка с ещё более чувствительными сенсорными кнопками-триггерами. Оригинально смотрится и блок трёх камер. 6,8-дюймовый AMOLED-экран не ставит рекорды чёткости изображения, зато удивляет сумасшедшими частотами обновления картинки в 165 Гц и дискортизацией тач-панели в 720 Гц, а также громадным запасом яркости. Конечно, не осталось AMOLED-панели без качественного олеофобного покрытия. Технические характеристики представлены процессором Qualcomm Snapdragon 888 Plus и видеоускоритель Adreno 660, топовая связка, которая по-настоящему раскрывается именно в обозреваемом гаджете благодаря доработанной системе активного охлаждения. Фотографические способности вызывают скорее негатив на фоне всего перечисленного. Бюджетный 64-мегапиксельный сенсор Samsung GV3 с 8 и 2-мегапиксельными модулями плох при вечерней съёмке из-за отсутствия оптической стабилизации и недорогих линз. Надеяться на внушительную детализацию кадров не приходится, дай шумов порой слишком много. Дневные фотографии получаются более естественными и детальными, однако и они далеко от флагманских. Батарея в 4500 мАч гарантирует около полутора суток эксплуатации фаблета, а зарядить её до 100% реально за смешные 15-20 минут. IQ 8 Pro. Флагманские смартфоны далеко не всегда приносят основную часть прибыли разработчикам, однако в большинстве случаев именно они демонстрируют настоящие потенциальные возможности производителя. Именно поэтому китайская компания Vivo постаралась воплотить в героя сегодняшнего обзора всё самое лучшее, но какой ценой обойдётся покупателям такое приобретение? Внешний вид новинки существенно улучшен в сравнении с таковой у предшественников. Гораздо более актуальное оформление фотомодулей, полностью безрамочный дисплей, плавно переходящий на боковые грани из металла. И строгие, но красивые расцветки задних стеклянных панелей делают экстерьер фаблета не только запоминающимся, но и очень презентабельным. 6,78-дюймовый AMOLED панель наделили целой россыпью достоинств. Внушительное разрешение в 3200 на 1440 точек объединяется с рекордным значением яркости и контрастности для достижения сочной, естественной и просто прекрасной картинки, которая подойдёт даже искушённым Android пользователям. Новомодная частота обновления изображения также не забыта. В итоге 120 Гц заметны даже невооружённым глазом, выводимый контент отличается невероятной плавностью. Технические характеристики также способны удивить. Рассматриваемый гаджет является одним из первых на базе новейшего процессора Kelcom Snapdragon 888+. Чипсет в купе с 8 или 12 гигабайтами оперативной памяти и графическим адаптером Adreno 660 подарит производительность, которой хватит на несколько лет вперёд для всех ресурсоёмких приложений. Подобная игровая мощь видна при обыкновенном обращении с мобильным помощником. Выражается она в новинном запуске любых задач и отсутствии даже намёка на подтормаживание. Установленная батарея в 4500 мАч готова похвастаться не только автономностью на уровне 8-9 часов активного экранного времени, но и быстрой зарядкой в 120 Вт, позволяющей набрать 100% ёмкости за 20 минут. Есть и беспроводной аналог в 50 Вт. 50, 48 и 13 мегапиксельные фотосенсоры создают сотни, если не тысячи идеальных дневных и вечерних фотографий. Гибридная стабилизация, отточенная до мелочей ПО-камер и трёхкратный оптический зум вместе доведут количество неудачных кадров до минимума. Фантастически громкий стереозвук также улучшает восприятие устройства, как и бесконтактная оплата NFC, поддержка 5G-сетей. Лишь отдельные неприведённые фразы в ПО и ненужные сервисы для Китая могут подпортить обилие положительных эмоций от девайса. Таким образом, если вас не смущает указанные недочёты и не самый гуманный ценник, то данный Android-смартфон крайне рекомендуется к покупке. Не забывайте, что все ссылки на данные смартфоны я оставлю в описании под роликом, где вы можете посмотреть цены и выбрать для себя подходящий смартфон. А с вами был канал Технолинк, до новых обзоров, всем пока!